Капсула азитромицин – это бактериостатический антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов и золидов, обладает широким спектром антимикробного действия, обладает активностью в отношении ряда граммоположительных, граммотрицательных, анаэробных, внутриклеточных и других микроорганизмов. Показания. Вторично инфицированные дерматозы, акне, вульгарис, средней степени тяжести, начальная стадия болезни лайма, боррелиоз, мигрирующая ретема, инфекции мочеполовых путей, уритрит, цировицит. Как принимать курс приема и дозировка? Применяется внутрь, один раз в сутки, за один час до или через два часа после еды. При инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей, лорорганов, кожи и мягких тканей, по одной таблетке 500 мг, один раз в сутки, в течение трех дней. Курсовая доза – полтора грамма. При болезни лайма, начальная стадия боррелиоза, мигрирующей ретеме, один раз в сутки, в течение пяти дней. Первый день по одному грамму, две капсулы по 500 мг. Затем со второго по пятый день, по одной капсуле 500 мг ежедневно. Курсовая доза – 3 грамма. При инфекциях мочеполовых путей, уритрит, цервицит, один грамм однократно, две капсулы по 500 мг. При акне вульгарис, средней степени тяжести, по одной капсуле 500 мг, один раз в сутки, в течение трех дней. Затем по одной капсуле 500 мг, один раз в неделю, в течение девяти недель. Курсовая доза – 6 грамм. Первую еженедельную капсулу следует принять через 7 дней после приема первой ежедневной капсулы, восьмой день от начала лечения. Последующие – 8 еженедельных капсул с интервалом в 7 дней. Противопоказания. Повышенная чувствительность к изитромицину, эритромицину, другим макролидам или кетолидам, или другим компонентам препарата. Нарушение функции печени тяжелой степени. Детский возраст до 12 лет, с массой тела менее 45 кг, для данной лекарственной формы и дозировки. Одновременный прием с эрготамином и дегидрорготамином. Применение при беременности и кормлении грудью. При беременности препарат назначают только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период кормления грудью, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания на время применения препарата. Специальные указания. В случае пропуска приема одной дозы препарата, пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующей с интервалом в 24 часа. Азитромицин следует принимать по крайней мере за 1 час до или через 2 часа после приема антоцидных препаратов. Препарат не следует применять более длительными курсами, чем указано в инструкции, так как фармакинетические свойства азитромицина позволяют рекомендовать короткий и простой режим дозирования. Применение препарата может спровоцировать развитие миостенического синдрома или вызывать обострение миостении. При развитии нежелательных эффектов со стороны нервной системы и органов зрения, следует соблюдать осторожность при выполнении действий, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов в оригинальной упаковке. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Не применять препарат после стечения срока годности, указанного на упаковке. Из аптек отпускается по рецепту.